Новости на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Главные темы дня. Эхо тишины, непростительная память о 1915-м годе. Кэтрин Боснуян. Будущий армян Джавахка. Выставленная в Музее Амаси Мозаика возрастом 1700 лет «Культурное наследие армянского народа». Баку использует эту конференцию, чтобы ввести в заблуждение мировое сообщество, отвлекая общественное мнение от преступлений, связанных с сущностью их страны. Путешествие в монастырь. Западная Армения. Путь Литии. История армянской беженки. Кэтрин Ковер. Тигранакерт. Армянская память в опасности. На улицах Диарбекира блуждают бездомные армянские сироты. Тем роковым апрельским утром 1915 года тяжелая тьма окутала армянский народ, пытаясь не только лишить их голоса, но и уничтожить их. Когда-то живые деревни, наполненные смехом и повседневным шепотом жизни, превратились в пепел и руины, а истории исчезли с ветром. Армян, объявленных врагами на их собственной родине, преследовали, разрушали дома, уничтожали культуру, историю, наследие. Когда-то полные радости улицы, теперь были залиты кровью невинных. Матери оплакивали своих детей. Воздух был наполнен страхом. Небо, которое когда-то было символом надежды и мечты, превратилось в кладбище. Армян изгнали, как скот, лишив их достоинства и надежды. Пески и пустыни, обжигающие ноги, отражали те огни, которые поглощали их жизнь. Крики боли эхом отдавались пустынной местности, достигая небес с надеждой и мольбами о справедливости. Кэтрин Боснуян – сирийская студентка школы Каире Метрополитен, которая проявляет живой интерес к правам человека и защите молодежи. Политики различных стран, международные организации и молодежные группы подчеркивают, будущее армян Джавахка имеет важное значение. Отмечая, армянское сообщество должно преодолеть все предстоящие трудности совместными усилиями. Наши соотечественники Джавахка на протяжении многих лет сохраняли культуру и язык благодаря своей стойкой натуре и национальному самосознанию. Армянская община Джавахка, сосредоточенная в районе Валле и Ахалкалаки, в настоящее время сталкивается с рядом вызовов, таких как миграция, отсутствие образования и экономические проблемы. Для обеспечения будущего армян Джавахка необходимо расширение поддержки. Также важно, чтобы местные власти уделяли больше внимания проблемам армянской общины, создавали лучшие условия для молодежи, чтобы они могли оставаться и развиваться на своей родине. Таким образом, международное сообщество и местные власти должны сотрудничать с направлением развития и сохранения армянской общины Джавахка. Они должны быть готовы предложить решения, которые помогут улучшить социально-экономическую ситуацию и защитить национальные и культурные ценности. Мозаика возрастом 1700 лет, выставленная в музее Амассии, является единственной известной древней мозаикой с изображением яблони. Обнаруженный памятник подтверждает, яблони Амассии были известны своим вкусом и в древние времена. Следует отметить, мозаика является культурным наследием армянского народа. После совершенного против армян геноцида, турки оккупировали армянские территории, присвоив все и приписав это себе. Яблоко – самый любимый и популярный фрукт в Армении, символ бессмертия с мощной силой плодородия. Международное сообщество должно обратить внимание на турецкие фальсификации и их проявления, такие как присвоение чужой родины традиций, культуры, языка и даже еды. Необходимо положить конец этой политике грабежа, проводимой Турцией. Требуя справедливости и сохранения исторической истины. С 11 по 22 ноября 2024 года в Баку запланирована конференция ООН по изменению климата, для участия в которой приглашены лидеры разных стран, официальные делегации, представители международных организаций и многочисленные журналисты. Очевидно, Баку использует эту конференцию, чтобы ввести мировое сообщество, заблуждение и отвлечь общественное мнение от преступлений, связанных с сущностью страны. Несомненно, что равнодушное отношение приглашенных на конференцию официальных лиц и организаций будет рассматриваться руководством Баку как одобрение совершенных и продолжающихся преступлений, среди которых можно выделить этнические чистки, проведенные Азербайджаном Барсаке в сентябре 2023 года, как об геноциде и преступлении против человечности, вторжение на территорию Восточной Армении и давление на Республику Армению с угрозами применения силы. Ванг находится на исторической территории Западной Армении, имеет важное историческое и культурное значение. Дата постройки неизвестна, однако в XIX веке Ванг считался самым крупным в регионе. Сравнение фотографий, сделанных с интервалом 50 лет, показывает, в монастырском комплексе произошел серьезный упадок. Теперь не осталось значительных остатков круговой стены, которая существовала в 1975 году. Сегодня остались только участки двух сцен с церкви и небольшое количество руин. Многие посетители утверждают, что Ванг раскрывает многовековую историю армянского народа и их стойкость. Однако в Ванге также находятся окраинные руины и разрушенные исторические сооружения, которые напоминают о сложных судьбах исторических периодов Западной Армении. Ванг напоминает нам о армянской истории, которая сохранилась не только в прошлом, но и присутствует в нашей жизни сегодня. Посещение этого места предоставляет возможность установить тесную связь с нашей историей и ценить наши культурные ценности. Книга «Путь Лидии. История армянской беженки» – великолепное произведение, вдохновленное биографией автора, написанной старшей сестрой Кэтрин Ковелл. В ней документируется история матери Ковелл Лидии Закарян, пережившей геноцид и скончавшейся в 1965 году. Книга написана на основе писем с воспоминаниями о событиях, произошедших во время геноцида. В книгу включены документы, один из которых – диплом Закарян о завершении средней школы. Путь Лидии глубоко исследует психологические аспекты бесконечного стыда и вины, связанных с насилием над армянскими женщинами во время геноцида. Книга написана с глубоким чувством и подчеркивает множество тем. Одна из них – желание помогать нуждающимся, что не могли почувствовать армянские дети. В книге представлена семейная динамика и то, что в те времена считалось правильным и неправильным. Книга в Путь Лидии доступна на Амазон и Барсенц-Ант-Ноплз. В известном французском журнале «Les Spectacles du Monde» опубликована книга соавторов Гамлета Петрусяна и Марины Дедеян «Тиграна Керт. Армянская память по опасности. Античный город, названный в честь царя Тиграна Великого – жемчужина армянской и европейской культуры. Сегодня город оккупирован Азербайджаном и находится под угрозой исчезновения». Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!